История в японских комиксах романа Дальневосточной экспедиции адмирала Геннадия Невельского в формате «Мангин. Конец издали». Спустя шесть лет творческая группировка из Приморья нашла средства и напечатала первый тираж. Презентация книги состоялась в Центре современного искусства, Арсерватория. Репортаж Татьяны Репиной. Наша целевая аудитория — это подростки и дети с восьми лет и старше. И, соответственно, мы просто обратили внимание на тот понятный язык, на котором они общаются друг с другом, что они читают. Читать историю в формате графического романа в азиатском стиле гораздо интереснее, чем обычные учебники. Книга «Невельской плоды воображения» должна понравиться школьникам, уверены авторы проекта. Японская манга, то есть комиксы, увлекают с первых страниц не только детей, но и взрослых. Особенно, когда книга в буквальном смысле оживает в руках. Есть изображения, помеченные определенными знаками, где спрятана дополненная реальность. Рассказывать об истории и ее героях интересно. Группировка Hero for Hero решила шесть лет назад. За это время творческая команда отрисовала страницы и сделала несколько крупных выставок на Дальнем Востоке. В Хабаровске идею поддержали в Центре современного искусства Арсерватория и Хабаровском аэропорту имени Невельского. Посетители экспозиции и фанаты проекта помогли собрать деньги на первый печатный тираж в тысячу книг. Это реальный инструмент для родителей, преподавателей истории и библиотекарей, каким образом они могут заинтересовать своих детей, своих внуков, своих подопечных. Именно история освоения и открытия Дальнего Востока. Это действительно работает. В графическом романе есть проверенные исторические факты. Чтобы заинтересовать читателей, их приправили персонажами местной мифологии – шаманы, драконы и тигры. Придумать своего героя могут и сами читатели. Художники планируют провести творческий конкурс. Самый оригинальный вариант появится на страницах. Наша книга заканчивается на том периоде, когда Невельской доходит до Петропавловска-Камчатского. Но вот здесь как раз-таки те самые интриги, тот самый путь борьбы и внутренней, и с внешними интригами. Сейчас группировка Hero for Hero работает над второй и третьей частями графического романа. Менее интересными они точно не будут. Геннадию Невельскому предстоит доказать, что Амур судоходный, а Сахалин – это остров. Во второй части есть романтическая линия. Главный герой встретит свою будущую жену. А пока первую часть романа можно найти в арсерватории и Дальневосточной научной библиотеке.